Самарский этап чемпионат России по пляжному футболу по традиции проходит на первомайском спуске набережной. И даже днем в середине недели футболисты играют не при пустых трибунах. От результатов матчей на Средней Волге зависит судьба путевок команд-участниц на суперфинал соревнований. На сегодняшний день 15 очков у нас, 15 очков у Динамо, 13 очков у Джокера. На самарском этапе Крылья Советов сегодня играет с Джокером, лобовой матч. Завтра мы играем с Динамо и Динамо играет с Джокером. Это три равных команды из трех, две команды выходят, сами понимаете, все что угодно. Еще нам игра с Локомотивом, с лидером, и вот с Умонтом, с очень крепкой командой. То есть, тут, знаете, считать можно, вылететь можно, если бы так, при худшем раскладе, не то, что там в суперфинал войти, а вылететь можно. Центральный матч первого дня соревнований «Питерский кристалл» против московского ЦСКА. Пляжники северной столицы пока занимают первое место на турнире. Однако, чтобы удержать его, им нужна только победа. Там московский Локомотив имеет все шансы вырваться вперед. Армейцы же расположились на дне турнирной таблицы, но марку клуба держать все же необходимо. Никто не хочет соступать. Команды друг друга очень хорошо знают. Первая игра, это всегда первая игра, немножко нервозная. Мы будем выигрывать в каждую игру, и поэтому все счеты по закону ЦСКА будут набирать 12 очков. Это наша задача. Сенсации не произошло. Ленинградская команда выиграла со счетом 3-2 и продолжает претендовать на золото национального первенства. Армейцы теряют заветные очки. Третий этап чемпионата России по пляжному футболу определит 4 лучшие команды турнира. В середине сентября именно эти команды разыграют медальную копилку соревнований. Битва за места на пьедестале почета пройдет в Олимпийском Сочи. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.